Этой традиции скоро два века. Икона «Неопалимая купина» плывет по улицам города. Ее всюду сопровождают молитвы. Святыню бережно несут руки слободских огнеборцев. В 1831 году, когда система пожаротушения была далека от современной, страшный пожар уничтожил много слободских домов. Потушить его возможности не было. Отчаявшиеся люди взяли икону и отправились с ней по улицам, моля Бога о помощи. И пошел проливной дождь, который потушил огонь. В благодарность за это и с надеждой на спокойный, без происшествий летний сезон, и сейчас отправляются жители нашего города в небольшой крестный ход. Летний период, ранняя весна, это период, когда действительно может случиться пожар. Конечно, в любое время года, если случится, это будет тяжело. Это испытание для любой семьи, это испытание для любого человека. Могут люди погибнуть, могут имущества пострадать. В начале пожароопасного периода, когда эта опасность особенно живо чувствуется, мы просим Бога о помощи. Просим о том, чтобы Господь и нас сохранил, и самое главное, помог нашим спасателям, потому что они с этой бедой сталкиваются круглый год. Они постоянно спасают жизни людей, рискуя собственной жизнью, спасают их имущество. Это благородный подвиг. Неопалимая купина – дословно несгораемый кост. Этот необычный образ восходит еще к ветхозаветным канонам. Кто-то идет в крестном ходе впервые, но большинство отправляется в этот путь уже привычно. Каждый молится о чем-то своем и обо всех сразу. Идем молимся, в первую очередь, конечно, о городе, чтобы развивался, все было хорошо. О семье своей, о близких. В прошлом году ходили, молились о участниках СВО, чтобы ребята домой возвращались живыми и здоровыми. Победа у нас была. В этом году мы также будем идти и молиться. Чтобы не случилось пожаров, чтобы в городе все было хорошо и спокойно, чтобы не было сильных пожаров. На Бога надейся, а сам не плашай. Эту народную мудрость забывать не стоит. Соблюдать правила пожарной безопасности – обязанность каждого. Если ей следовать, огненная стихия не потревожит город. Продолжение следует...